Привет, меня зовут Аня, я читаю лекции про музыку, но про музыку классическую, эстрадную, рэп, поп, все, чайковский, вот это вот все. И вот как-то раз, иду я по улице, и звонит мне Антон Яхонтов, это он, это ты, вот, и говорит, я делаю фестиваль акусматической музыки, приходи, послушай, а потом поговорим. Я говорю, что, какой музыки? Акусматической? Ну да, вот, акусмониум у нас есть. Я такая, ну, это звучит как заклинание из Гарри Поттера полностью для меня, и я такая, ну, я всегда рада, хорошо, пускай будет новое. И в итоге пришла, это был трехдневный фестиваль, я попала не на все дни, потому что так вот обстоятельства сложились, и в итоге прихожу я на концерт, чуть-чуть опаздываю, и, значит, очень волнуюсь, и спрашиваю девушку, которая впускает в зал, говорю, как мне так войти, чтобы слушателей не побеспокоить, чтобы вот это вот все не отвлечь от музыки. Он говорит, так, проходите как-нибудь. Я уже удивилась. Значит, захожу в зал, зал выстроен так. Люди сидят по кругу, и в середине стоит вот это, правильно? А по краям стоят еще разные акустические приспособления, которые позволяют этой музыке наполнить весь зал и звучать очень по-разному, с разных углов. И звучит сложная электронная музыка, не очень понятная, и мы сейчас с тобой об этом поговорим, типа, может быть, ты чуть-чуть поможешь. А в итоге я получила очень много очень сложных впечатлений, в которых мне очень надо разобраться. Я бы хотела тебя что-то спросить, но чувствую, что я не профессионал в этой области музыки, поэтому буду вещать от лица непрофессионала вообще в этом. У меня всегда вопрос тоже к слову профессионал еще очень большой, потому что я тоже уже даже на эту тему насчитал, ну, вот минимум, три разных определения. Потому что, с одной стороны, профессионалы – это те, кто закончили соответствующее учебное заведение, да, у них есть диплом. С другой стороны, профессионал – это тот, кто, ну, как бы, хорошо делает что-то. Ты можешь быть профессионалом или экспертом, я не знаю, в складывании рук вот так. То же самое может быть профессионалом в любой, ну, абсолютно другой деятельности. Третье – есть значение просто слова профессионалом, человек, который этим говорит, ты, типа, чем зарабатываешь деньги? Какая твоя профессия? Вот. Поэтому тут они могут пересекаться, могут не пересекаться, но понятно, что эксперт по принципу вот этого складывания рук, да, что ты просто делаешь что-то хорошо просто потому что ты это уже делаешь и делаешь и делаешь и делаешь, пожалуй, ну, как бы, самая такая, ну, как бы, реалистичная, то есть ты просто становишься в чем-то более, там, ну, автоматизирован или еще более продуман, более глубок, да. А это может сочетаться с, там, академием, консерваториями и с другой, вот это зарабатывание денег может и не сочетаться. Плюс всем и так известно, что сколько, как бы, вот, человек, родившийся в России, существует возможностей, там, профессионально, ну, на том же уровне, что, например, изучить, там, классическую музыку, ну, тульную или, там, джаз, да, изучить, там, электронную, электроакустическую, автоматическую, там. Ну, это все какие-то вещи, которые, образование, оно, вот, появляется, там, вчера, сегодня, завтра, да, то есть… Скорее завтра. Как Бродский, да, ну, где у вас диплом? Если что, у меня нет диплома консерватории, поэтому, да, я максимально стараюсь быть непрофессионалом во всем, но я скорее знаю, что ты имела в виду, вот, есть слушатели, которые, вот, условно, знаешь, я прихожу, когда в концертный зал филармонии, мне почему-то по умолчанию многие вещи понятны, даже если это новая для меня музыка, даже если эту симфонию Малера я никогда до этого не слышала, есть набор знаков, символов, даже не знаю, привычных структур, формы, которые я понимаю. Например, я точно знаю, что в симфонии, скорее всего, будет около четырех частей, если нет, я удивлюсь. И что там, в какой момент происходит, какие инструменты играют, и вот, и я, как бы, попадаю в какое-то пространство, в котором я, знаешь, не то чтобы чувствую себя как дома, но, по крайней мере… Пришла цитата из моего любимого Дэниела Деннета на этом моменте о том, что вот эта вот концепция «competence without comprehension», который, ну, как бы, он ее прослеживает, она сейчас, ну, стоит за искусственным интеллектом, но и он ее отслеживает далеко, там, через людей и обратно, там, в бактерии. Книга называется, кстати говоря, «От бактерий до баха и обратно». Что? От бактерий до баха и обратно. Условно говоря, бактерии не надо знать, что это за мир вокруг и что вообще она бактерия для того, чтобы эффективно вести себя как бактерия. Знать ей этого не надо. Она и так нормально себя ведет, как бактерия. Лифт, да, он же тоже… Не знаешь, что он лифт. Ты жмешь кнопку, он замеряет наш вес. Если там перевес, он пеп-пеп-пеп сигналит. Он же не знает, что он это делает. Он, оно, не знаю. То есть и не надо ему это знать. И мы не такие уж, мне кажется, мы не сильно далеки от… Бактерий. И от лифта. Слушай, с одной стороны, да. С другой стороны, представь ситуацию. Я попадаю в концертный зал и играет акустматическая музыка. Так он и был совсем недавно. И я попадаю в какое-то совершенно другое пространство. Это электронный звук, который, знаешь, у меня в голове почему-то практически не окрашивается в цвета, окрашивается в какие-то формы, знаешь, типа это похоже на какую-то рябь. Мало того, я… Как бы музыка для меня это про эмоцию всегда. Ну вот лично для меня. Я сижу, я чувствую, что я явно что-то ощущаю, а эмоцию классифицировать не могу. Я даже выписала тогда образы, сидя на концерте, которые я тогда почувствовала. То есть я почувствовала такие образы, что это похоже на грозу, на гром, на горе, на накатывающее невыносимое чувство и на парализующую тишину. Я вот это прямо себе и написала. Но при этом это все в какой-то такой неосознанке происходит. И вот, знаешь, и вот в этом ощущении мне не сказать, чтобы было очень комфортно. Потому что, типа, я привыкла понимать, что я чувствую. То есть я привыкла, знаешь, даже если это чувство горя и тоски от музыки, я его понимаю. И у меня, знаешь, накатывают слезы, типа тело меняется. Вот это вот все. Я это глубоко переживаю. А тут, знаешь, это очень похоже на какое-то ощущение, которое ты в себе отследить не можешь, и какую-то истерику, которую ты остановить не можешь. Вот я просто хотела тебя спросить, у тебя такие же ощущения, как у человека, который давно в этом? Или это у меня случилось просто потому, что это мой первый опыт? У тебя ровно пополам. То есть баланс соблюден. У тебя из пяти примеров два, это так называемые звуки с референсом. Ну, то есть гром и гроза – это звуки от реально, ну, как бы, могущих происходить событий. Как я не знаю, там. Это, ну, гром гремит там, ты его слышишь, ты говоришь, это звук гром. Ты знаешь, что это за источник звука. Ты сразу его идентифицируешь, и он важен для тебя именно тем, что он дает тебе понимание, что за событие. Два других у тебя, по-моему, горе. И там, это ты говоришь о своем состоянии, да, что эти звуки у тебя спросили твое состояние. А третий, он у тебя смешанный, парализующая тишина. То есть тишина, ну, это звук, а парализующий – это ты. Вот, то есть очень забавно в этом смысле. Ты прямо ровно пополам разложишь два тех, два тех, а один как бы фифти-фифти. Отвечая на твой вопрос, типа, зачерствел ли там как-то я или огрубел, или наоборот, я там перешел на какой-то уровень. Нет, вообще не про это был вопрос. Да, вот скорее про то. Может быть, ты перешел на какой-то другой уровень? Дело в том, что мы как потом, что появилось раньше, слух или музыка? Слух. Причем на много миллиардов лет, видимо. Валют. Или миллиона, да, потому что музыка – это некий, ну, в моем понимании, ну, как бы, как это Франсуа Бенн называет, как бы призрачный контур на существующем программно-аппаратном вот этом всем, которое называется наш мозг, наш тело, наш слух. Понятно, что не ради акустмониума или там консерватории, или это все развивалось, и развивалось все вполне под определенные задачи, а именно, ну, дать информацию об окружающем мире. Тигр крадется плохо, опасно. Вот это первое, да, то есть вот там есть классификация, что, ну, условно, можно раскидать на три, как бы, группы типов звуков. Что за типы? Первое, да, это ты сказал, первое – это звуки опасности, мы на них реагируем моментально. Звуки опасности? Да, второе – это звуки информации, важные, но не напрямую опасные. Да, то есть, ну, как бы, что не несет тебе угрозы, но тоже нужно. Вот, и есть, естественно, еще много-много-много-много-много-много-много-много разных звуков, на которые мы просто не реагируем, потому что мы, мозг, он, так сказать, и так, там занимает что-то, ну, да, вот столичка, а энергии, вот, расходуют, его лучше не перегружать. Ну, вот, и поэтому он просто, ну, ладно, окей, там, это не опасно, это мне не важно сейчас. Ну, и… Ну, и… Это называется шум. Ага, понятно. Все остальные звуки называются шум. Мы можем в нем начать различать какие-то звуки, собственно, это и есть вот слух. Ну, каждый раз, когда я работаю над, допустим, своей работой, на косметической, где я работаю, там, какой-то клик, или сколько у него эхо, или что с ним происходит с этим эхо, может ли оно там… Вот, ну, и ты когда сидишь, работаешь, ты пробуешь так, пробуешь так, ты вслушиваешься, и у меня происходит действительно, что я потом не могу ехать в трамвай, потому что, ну, я очень много слышу, ну, просто больше, чем надо. Ты настраиваешь себя на вторую группу звуков? Ну… На вот эти звуки, которые… Ну, на третью, да. А, даже третий – это шум. Ну, условно говоря, то, что мы игнорируем, типа, вот шум, оно там есть, и фиг, ну, у меня оно не надо, как бы его фильтруют. Все, звуки опасности, звуки информации и шум. Ну, и не то, чтобы я на всю группу настраиваю, но я начинаю там гораздо больше различать, каких деталей или какие-то там звуки, кто как говорит по телефону, и поэтому, ну, я не знаю, или что там за музыка, как в ушах звучит, и все вот это, это очень много. Ну, поэтому, в принципе, тем более, как, ну, мы живем тоже не в той среде, ну, городская среда – это не то же самое, что… Угу. Та-да-дан, эволюционная эта самая, естественно, поэтому механизм при этом у нас тот же. Я, кстати, не алармист, то есть я ни капельки не считаю, что это плохо, или что «а, там, все пропало», там, ну, это очень здорово. Ну, и, по крайней мере, это есть, и это тоже продолжение той же самой биологической эволюции, ну, в таких… А, опять же, то есть, можно поговорить о том, что такое музыка, да, еще там, на пару раз в нашей встрече, да. Да представим, что мы, типа, все более-менее об одном говорим, но, ну, вот что под этим не принимаю, она как-то выросла, ну, не на пустом месте, а на вполне конкретном вот нашем слухе, мозге, да, конструкциях ушей, частотном диапазоне, который мы можем воспринимать, и мы не воспринимаем гораздо больше, чем мы воспринимаем, ну, и так далее, и так далее. И в этом диапазоне существует именно… Что у нас в фокусе, да, почему, ну, какой спектр звуков у нас? Ну, это все равно получается, что это как бы два разных мира, на самом деле. То есть, когда я прихожу в филармонию, я получаю музыку с нарративом, и музыку в чем-то причесанной от шумов, как раз шумов там, в сути, нет. Филармония, не знаю, для меня это какие-то безопасные и рафинированные звуки, а здесь, вот то, что я слышала несколько дней назад, то это для меня были небезопасные, шумовые, очень сложно устроенные звуки. И вот в первом случае я в состоянии полной безопасности, как рыба в воде, то есть как бы там все понятно, изведанно и красиво, да, в общепринятом смысле этого слова. Там я как будто, ну, знаешь, я либо в голову куда-то проникаю, либо вот сюда, куда-то в душу. И мне там проще. То есть я существую где-то, может, вне себя какое-то время. А в концертном зале здесь, да, с акустматической музыкой, я как будто превращаюсь в более биологическое существо. То есть я начинаю, типа, очень сильно реагировать, как будто это раздражитель. То есть, понимаешь, типа, и оно начинает меня разъедать, раздражать, немножко, вот знаешь, выковыривать из меня что-то, я бы сказала, первобытное, и, может быть, оно и есть неосознаваемое. Вот я хотела тебя спросить как раз, типа, это нормально, или если слушать акустматическую музыку, там, типа, лет, сколько я слушаю, лет 20, то восприятие меняется, и там, и профессионал как-то это слышит иначе. Мне кажется, меня же прекрасно в том, что и то, и другое, это майнорити, по сравнению, допустим, с рэпом, да, или стадионом, роком. Ты про то, что эта музыка и та, и та не популярна? Ну, у нее и то, и то, и, конечно, аудитория на такой прямой, приходит, слушает там, не беря там Моцарта, когда ты приезжаешь, там, Бестов Моцарт, там, в автобусе, вот, не беря вот это. Ну, вот просто вот, как это задумано, да, тут опера или филармония, здесь акустмония, вот, наверное, там и там, и то, и то в меньшинстве, по сравнению там с тем, допустим, ну, как бы у себя дома, да, в своем домашнем регионе, чем, допустим, рэп, который у себя дома, там, в тачке. То есть этого явно больше. А к чему мы этим... А, ну вот, я считаю, что филармонический музык, она инструментальная. Вот речь об этом. И вот это вот, чем мне очень нравится Пьер Шефер, то есть, ну, человек, который совершил эту революцию 48-го года, не намереваясь, кстати говоря, абсолютно, но совершил. Для меня это Дарвин, по сути, биология, ну, с некоторыми оговорками. Человек, который создал, не имея полноты данных, ну, так, в общем, по имеющимся данным, создал наряду с очень многими теорию, который действительно объясняет, откуда, где, куда, и оно так и есть. Вот. И, собственно говоря, что значит конкретная? Конкретная музыка. Музик конкретный. Да. Ты говоришь, я — это не А, условно говоря. Ну, для того, чтобы таким образом понять, что такое я, надо понять, что такое А, и тогда поймешь, что такое не А, и вот, типа, это я. Вот конкретная музыка, она немножечко по этому принципу устроена. Что он назвал инструментальную музыку абстрактной, и чтобы подчеркнуть, что мы сейчас входим в другой период времени, что мы не абстрактно работаем, мы работаем конкретно. Собственно, отсюда идет название. Это очень, так, немножко антартуитивно. Многие действительно, и ты в том числе, кстати, я видел, думают, что конкретная музыка — это музыка, сделанная из сцена. Или там из шумов. Из шумов. А давай я расскажу, как я думаю, про конкретную музыку. Ты меня, кстати, поправишь. Мне кажется, это будет суперполезно, плюс для ребят, которые, может быть, не сталкивались с таким определением. Я представляю себе ситуацию так. Типа, европейская музыка развивалась, развивалась, дошла до какого-то своего апогея. Потом начался 20-й век, новый принципиальный век. Случилось несколько промышленных революций, и все люди впали в тревогу и переживание о том, что теперь мир новый. Это была и плохая тревога, и хорошая тревога. Ура, мир новый. О, нет, мир совсем новый. И появились несколько музыкантов, которые занимались уже в моем понятии электронной музыкой. Вот Шофер в том числе. По-моему, их было два Пьера. Пьер Энри и Пьер Шофер. Они вместе что-то делали? Да, они делали что-то вместе. Окей, два друга, французы. И Шофер придумал записывать звуки реального мира и делать музыку из них, в том числе с магнитной пленкой, с ускорениями, с обратными пропусками. Вот эта симфония одного человека, где записывали, как человек щелкает, хлопает, разговаривает, на клавиши нажимает хаотично. И вот все это симфония одного человека. И получилась конкретная музыка. Для меня это такое ощущение, что это прям один большой эксперимент, что эта музыка была создана действительно от обратного. То есть не как нарратив эмоциональный, который был до этого, а как, я не знаю, заземлиться, прислушаться, обнаружить, поправить. Шофер, да, это не тот был человек, который уходил. Ну, то есть такой, знаешь, как-то... Есть разные компоненты, говорят, нет, вот эмоции, это все не... ну, там, шла-хауза этого много, вот расчеты, вот эти все схемы. Ну, кстати, это не только в электронике, ты можешь тоже самые... Конечно. ...выше крышу найти. Выше крыши, в середину 20-го века, да, и все такое. Шофер очень, как раз таки, если ты как раз любишь, когда коннект прямой, то Шофер, он еще герой сопротивления. Вот, ну как, то есть в 38-м году, 37-м, когда там был World Expo, да, в Париже вот этот знаменитый, где там нацистский павильон, советский павильон, друг напротив друга стояли в Париже. Да, Шофер, как молодой выпускник эколь-политехник, там, инженер, его пригласили рассчитать электричество для всего французского павильона. На тот момент, ну, это была такая, в общем, экспериментальная задача, да, но при этом должно было все работать, все, все напряжение, там, и он рассчитал, ему было, сколько, 28, по-моему, что-то типа так. И все работало замечательно. После этого он стал мега-звездой. Популярным человеком во Франции, да. Его пригласили на радио работать, соответственно, с электричеством. То есть он был электрик номер один во Франции? Я запишу, у меня есть лист его этих самых, я когда рассказываю о нем, он тоже там ты-дын, ты-дын, ты-дын. И электрик номер один. Я допишу, да, да. И дальше началась, соответственно, ну, Париж был оккупирован, и, а Шофер уже работал на этом радио, ну, он там был и диктором, и аудиотехником, и так далее. Но позже он был директором, продюсером, композитором, преподаваем, ну, то есть, ну, вот самое интересное, что тут он стал радиопиратом, потому что, на своем собственном же радио, потому что, ну, как бы, Вишиское, да, вот это правительство, то есть оккупационное, ну, то есть работаете, просто у вас другие, как бы, ну, начальники, и вы другую политику ведете. И Шофер же там, ну, как и все осталось, но при этом он построил на собственном вот этом радиосистему коммуникации для резистанции движения, для движения сопротивления, то есть к вопросу о том, как им доносить информацию. То есть вот этот человек изобрел, ну, конкретную музыку, человек, который вот учился, ну, как бы, на войне, как коммуницировать посредством электроники и звукозаписи, и звукопередачи. Это вот не мы сейчас сидим тут в театре, мы живем, зал там, колонки. У него не так все было. Да, а во Франции, ну, в отличие, например, от других стран, колокола были запрещены, то есть там не звучало колоколов во время оккупации, ну, вот так решили. Что придумал Шофер? Как оповести, ну, то есть, прошли бои, там радио еще непонятно, кому подчиняется. Как оповестить Париж, что город уже наш? Шофер активировал звон колокола по радио. Он сделал так, чтобы, передал информацию, чтобы в итоге зазвонил колокол. И вот это был очень четкий сигнал, на самом деле, отнюдь не там, что это нам напоминает, знаешь? Вот. В той ситуации, как бы, это был очень четкий сигнал для парижан, что, ну, как бы, это значит, что все, все, оккупация закончена. Это был, вот, и через несколько лет, тоже так, ну, работая, в том числе и со звуком колокол, там была еще одна история. Колокол еще один раз, там, повлиял на создание конкретной музыки. Шофер записывал, он записывал звук колокола, то есть, записывал не так, ну, сейчас, телефон записывал, там, студия, там, микрофон, оператор, один, другой там, жмет кнопку, третий там. И тот, который жал кнопку, он просто нажал ее чуть позже, и чем тот, кто звенел колокол, издал звук, и в итоге записался колокол без атаки. Записал столько... Шлейф. Да. И шофер послушал, ну, и стал, много думать, да, что это уже, соответственно, и дальше все эти пошли теории, практика о том, что происходит со звуком, когда он модифицирован, когда он, когда у него, ну, то есть, та же теория атаки, которую он как раз поручил Пьеру Анри, пока там ездил по конференциям, Пьер Анри ничего не сделал, был уволен, ну, композитор, хочется музыку писать. Ну, в общем, вот, шофер, после этого они очень много занимались исследованием, вот, у Анри была задача исследовать атаку. Вот это вот, именно то, первое, вот, именно, в ней действительно очень много информации о звуке с точки зрения его природы, что издало это. Мне кажется, благодаря атаке мы понимаем, откуда он идет. Да, во многом, да. и вообще, без атаки он как будто ниоткуда и не идет. Откуда это вот еще эхо, то есть, сколько резонанса у него, да, но вот атака говорит о природе звука, во многом, не знаю, птица или это там что-то упало, это в атаке. А что происходит, например, когда этой атаки нету, но звук-то есть. И опять же, ты говоришь насчет записи, сложно провести такую границу, кто начал, а до него там были совсем другие там. Да, то может и ладно. Можно и в 19 век уйти, там есть потрясающая история на тему звукозаписи, там тот же самый Скотт де Мортенвиль, который изобрел записывающую устройство, но ему голову не пришлось изобрести плейбэк. Никто не будет, не знаю, до 20, ну, то есть, 1859-го. Но запись он изобрел, просто я не знаю. Сыграть не мог. Не изобрел, как сыграть, да. Да ты что? Ну, потому что он был, вот бедняга. Был, как это называется, стенограф, и он изобрел фактически запись, но он думал, что это такой вариант стенографии. А фактически он забрел аудиозапись, то есть запись он изобрел. Но пособый был стенограф, а стенографы сами считывают свои тексты, ну, даже такие закорючки, а не тексты. То есть тут закорючки, тут закорючки, ну, сейчас научусь прочитать. Ну, не пришло ему в голову, может, инвилю изобрести там, плейбэк вот это. Ну, то есть, это я говорю, откуда начинать считать, что является первой звукозаписью? Ну, конечно, это, и даже, ну, сказать, то есть, в принципе, можно смело идти на сто лет раньше конкретной музыки запросто. Я поняла. Дальше были футуристы. Ласло Махой Натч, по-моему, 24-й год, его статья, называется продакшн-репродакшн. Она вот о звукозаписи. Какой он юморной. Да, и по делу. И он говорит, что как бы смысл искусства, цель искусства это создать какие-то новые вещи, да, а смысл, ну, соответственно, продакшн, да. А репродакшн это вот воспроизводить там чего-то, ну, вот. Он говорит, что пока что, а на тот момент уже были, ну, там, пластинки, да, финозвук. Значит, надо рассмотреть вот эту новую технологию, что мы записываем в звук, не с точки зрения репродукции, а с точки зрения продукции, то есть искусства. Что мы можем, и он побуждает людей, и там начались очень разные эксперименты. Гораздо, то есть, у многих вполне себе классических композиторов, которые пытались там записывать соловья, включать, крутить, скретчить, там, что-то еще как-то, ну, то есть, шифер уже пришел к этой технологии, вот. Я пытаюсь понять, что мне непонятно, и там, типа, знаешь, типа, вот это какое-то странное поле, обычно мне понятно, что непонятно, а тут какая-то несостыковка, то есть, я понимаю, вот 20-е веки, вот такой, знаешь, там идет 20-й, 22-й, 24-й год, и, ну, знаешь, как грибы после дождя начинаются статьи, эксперименты, новая музыка, то есть, это же не только со звукосаписью связано, то есть, я гораздо больше про академический мир знаю, я, например, понимаю, что в этот момент Арнольд Шонберг, по сути, изобретает додокофонию, вот, но у меня есть такое странное ощущение, что в 20-м веке для композиторов исчезает слушатель, то есть, как бы, у меня такое ощущение, что вот Шонберг, который пишет про додокофонию, он рассуждает про ноты, про композиторов, про устаревшее и новое, про то, как теперь надо, как мир меняется, вот, но как будто в этом нету желания что-то передать слушателям, про Шефера, что он именно говорил, что он написал, я не изучала, то есть, парень, он был явно хороший, типа, и мастер своего дела, и изобрел прикольные штуки, изобрел новую вот эту вот музыкальную систему, но у меня такой возникает вопрос, для кого он это делал, то есть, он делал это для себя и для коллег, кто были их слушатели тогда, ты вот не изучал случайно? Изучал, но ты, мне кажется, даже вот в принципе права, потому что как раз эти были претензии в той же сей у Шефера и у его коллег. Нет, это не претензия, ну что такое тоже может быть. Шонбергу и так далее, что, собственно... Так, у Шефера была претензия к Шонбергу? Ну, если очень так все сильно обобщать, вот, не, просто Шефера сложно не обобщать, потому что он иногда по шее исследований написал, которые никто дочитать не может. А сам он что по этому поводу думал? отсюда вот и идет, ну то есть, вот этот вот конкретный, против абстрактной музыки, собственно, абстрактная музыка, это вот этот вот нотно, инструментальный музыка, вот то, что ты сейчас описала. То как работает что Шонберг, что там Моцарт, допустим. Нет, дакофонный, но тоже инструментальный и нотный, да, что сидит человек, лист бумаги, там, перо, ничего не звучит. Высказывает себя. Он ставит некие символы на, ну в общем, некий носитель, они не звучат. Но он им задает некие параметры, он работает, ну то есть, это некая абстракция. Ну это абстракция. То есть он, да, не, ну в смысле, он закладывает какие-то символы для того, чтобы слушатель потом пришел, эти символы привычные для него считал и что-то ощутил. Я так себе представляю. слушатель, эти бумаги печатаются там или как-то переписываются. Да пускай себе печатаются. Они передаются дирижеру, они раздаются музыкантам, проходят репетиции, смысл которых в том, чтобы начало звучать так, как вот эти символы имелись в виду в голове. То есть, и потом, концерт, это конкретное воплощение, это я сейчас шиферц. Да, 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 да. Можно не соглашаться. Ну в смысле, можно любые другие теории. Нет, это вообще хорошо. Конечно, это конкретное воплощение абстрактной музыки. В самом конце. В концерте, это вот в этом конечном конкретном изображении, там типа сидят слушатели и они в итоге сидят и что-то чувствуют или воспринимают. Ну как в любом другом концерте. А где слушатель начинает присутствовать у шофера? Вот. Ну я сейчас тогда до этого договорю, почему? Выведу, что конкретная музыка, потому что мы уже работаем в звуке. Вот у нас звук, записали, ну вот, но ты об этом говоришь. Которые становятся абстракцией, некой вот этой вот музыкой во время исполнения. Вот. Что касается, вот все. Понятно. Смысл слова конкретной музыки ровно вот. А слушатель, он присутствует при исполнении? Шофер работал на радио. И первое исполнение состоял с одной стороны на радио, то есть это была трансляция. Есть радио, играем на радио. При этом шофер постоянно думал о том, как мы это исполняем на концертах. И в итоге Акузмониум родился как, ну то есть первая модель Акузмониума это по сути копипаста с оркестра. Реально. То есть вот эти колонки у нас, скрипки, эти альты, это контрабасы, это просто абсолютно так и было. Беллих расставил модель оркестра. А слушатели приходили, слушали, были довольны? Беллих говорил, что до 68-го года в Париже очереди на концерты, ну тогда еще не было Акузмониума, но были некие вот такие тоже канальные системы, были такие, что люди, ну то есть занимая очередь, точно понимают, ну там, понимают, что как бы они точно не попадут, но все равно не занимают, потому что может быть все-таки попадут. Интерес был невероятный. У нас был круглый стол, здесь первый год Акузмониума, и мне было интересно поговорить с коллегами, в том числе с Бейлем и с его преемником Даниэлем Таруджи и с другими, что действительно вот этот вопрос, ну окей, вот это вот филармония, вот это радио, ну допустим, хорошо, было бы считать, что радио это как бы исходная точка, допустим, конкретной музыки. потом, скажем, если ты послушаешь на Америку, то это только университеты. То есть это элитарная музыка? Это не радио. Нет, ну почему, университеты массовые достаточно времени в Америке, по крайней мере. Вот там существует электронная музыка. Ну у нас она не существует, университет, например, там существует, там во Франции с 48-го года это радио, в Германии это радио, да, в те годы, сейчас это, ну, я не могу сейчас нас представить на радио. Хотя в Австрии по традиции, и во Франции, ну это скорее по традиции, да. А тут мы в театре, опять же, ни в филармонии, ни на радиоуниверситете, мы в театре. И у нас был разговор на эту тему, ну это нормально. Типа нормально, что мы в театре сидим, а не в филармонии? Ну, мне было интересно, потому что я первый провел арт-косматический концерт, что как бы это, я ничего не нарушаю, там никаких канонов или ничего. Ну, хотелось это понять, да, что мне скажут мэтры на вот это. Вот. И, ну да, ты права, потому что это вопрос, как мы коммуницируем с аудиторией и где мы с ней коммуницируем, ну, конечно, во многом это объясняется еще тем, где сейчас технология находится. то есть, условно говоря, всем же успехом, можно спросить, почему там Бах был в церкви, потому что технология органа была в церкви. Технологии компьютерные развивались там в Белл-лаборитаре, в университетах, поэтому это музыка социаловывается. У-ни-вер-сити. Так, в Америке. А сейчас акустическая музыка тын-тын-тын, три раза, и... И все три раза я не знаю, мне очень лестно, что ты говоришь уже, термин существует, как будто... А чего нет, я на концерте была, там люди сидели, музыка играла, и мне это точно не приснилось. Да, окей. Ну, тогда да. Да, ну вот, кстати, кто они? То есть, я хотела тебя как раз спросить, знаешь, я пришла на концерт, и вот я сижу, и прям понимаю, вот, блин, думаю, как-то мне трудно, мне что-то непонятно, мне что-то беспокоит, чего-то какие-то такие штуки. Так я думаю, надо посмотреть, чем люди заняты, то есть, как бы, как они слушают, что с ними происходит. Я, значит, смотрю на зал, вот, там все очень молодые, то есть, как бы, мне кажется, средний возраст ребят в зале был там лет 30, но мне, ну, 30, но это точно уж прям совсем молодые, то есть, у меня вот в голове, у меня в голове такой параметр почему-то, я не знаю. Вот когда в филармонию приходишь, там очень много, значит, есть проблемы седых голов, да, вот что-то такое, то есть, ты видишь, что там средний возраст слушателей, это, наверное, ну, 55-60 лет, потому что есть сильно старшие товарищи, есть 20-летние студенты, которые пришли, и в среднем получается так, и атмосфера немножко другая. А здесь я смотрю, достаточно расслабленная атмосфера, все сидят, слушают, а кто-то, знаешь, типа, как-то вот мечтательно сидит, кто-то закрыл глаза, и вот так вот немножко, знаешь, типа согнулся, вот где-то в себе пребывает, кто-то вообще, типа, очень сосредоточенный, прям видно, знаешь, типа, тело напряжено, вот что-то такое начинает происходить, вот такое, кто-то даже немножечко и в телефон залипает, ну, то есть, как будто это нормально, знаешь, ты типа в себя погружен, ну, и можешь чуть-чуть там, что-то это самое. Я тоже немножко позалипала, когда мне было совсем перегруз, перегрузно, вот, и я такая, знаешь, я даже испытала неловкость, потому что у меня было ощущение, что ребята как рыбы в воде, что им все понятно, что они что-то там сидят и черпают, вот, и я такая, да кто же вы такие, типа, вы что, вы эти, акустические композиторы, вы профессионалы, что, почему вам легко, то есть, у меня даже была какая-то такая легкая обида, что ли, то есть, я такая, а мне-то почему не так легко, и вот я хотела тебя спросить, а ты вообще в курсе, кто эти ребята, которые пришли? Этипично, да, я знаю, есть наши ученики, есть наши коллеги, ну, нет, на свой вопрос легко ответить на некоторых, там, европейских, например, ну, или там, ну, хотя бы уж какая-то статистика, по билетам, может быть. когда ты видишь, что тут аудитория, это вот исполнители, которые там следующим играют, и вот как-то, ага, ну, тогда, скажем, маленький зал, и там, не знаю, 7 человек, там, влайнапе, и вот 6 из них сидят в зале. Там есть случайные. Тогда точно можно сказать, кто аудитория, когда по тебе, не знаю, но я даже не всех вижу, иногда приходят друзья, их там не вижу. Слушай, я понимаю, я была на, в композиторской тусовке, в которой, типа, весь зал такой, знаешь, кажется, что маленький зальчик, зато полный, а потом присматриваешься, бывшие ученики, и ты такой, ммм, окей, понятно. А тут, как бы скажи, как ты ощущаешь, были люди, которые, может быть, случайно попали, не знали, что будет, не увлекались, не знают, что такое акусмония, и все такое. Ой. Ну, короче, которые никогда до этого с акусматической музыкой не сталкивались, как думаешь? Или они бы не смогли прийти? Ты знаешь, я когда-то в детстве работал в рекламном агентстве. Неожиданно. С дизайнером. И там, это вещь, которая ориентирована, ну, как бы, казалось бы, напрямую. Ну, какой-то товар надо продать, соответственно, кому мы продаем, целевая группа, как мы продаем, то есть, что они полюбят, потенциально, да-да-да-да-да. Там, вот эта вот просто тема, она постоянно присутствовала, что вот мы работаем на тех, вот эти покупают, а вот поэтому мы это не делаем, потому что это тумать для них, там, это, типа, слишком красно, слишком радикально, слишком спокойно. Это какая-то такая чушь была, на самом деле. то есть, даже с коммерческой точки зрения, это полная тупта. Это какое-то втирание очков было друг другу, ну, поскольку там и клиенты такие же, то, в общем, вот это вот, как мы коммуницируем, на кого мы, какого мы ожидаем, фокус-группы, это вот какое-то, действительно, заполнение каких-то отчетов. В музыке она тоже есть. Если там ты подаешь, там, какой-нибудь австрийский, не знаю, французский, ну, ты им надо отчитаться, и пишешь, что у нас аудитория была там, международная там, и женщин столько, и мужчин столько, там были критики, были композиторы, были там профессионалы, были любители, были старые, были молодые, молодцы. Они читают, и говорят, о, классно, все, супер. И им просто можно все выкинуть. Вот, а косматика – это пространственная музыка. Большая, ну, плохо ли, если нет возможности послушать ее в концертном зале? Плохо. Плохо? Стоит ли слушать ее в наушниках дома? Стоит. Но будет плохо. Плохо, но стоит. А косматика имел в виду ситуацию Пифагора, который преподавал своим студентам, неофитам, первокурсникам. Вот, и, по-моему, Акусма, это как раз назывался, тут вот, занавес, так назывался, между Пифагором и первокурсниками его. Он, значит, преподавал им? из-за занавеса, чтобы у них голос и вообще все, ну, то есть, внимание был на акустику. Я не большой спец, особенно по Пифагору, дальше, чем вот это. Бейль ввел это таким образом, что, представьте, Пифагора, который говорит ученикам, и вот висит занавес. Звук важнее, чем картинка, но это не только в Акусматике. Не только. А вот там еще и важно пространство. Ну, понимаешь, вот мы немножко говорим, конкретная музыка сразу там, а Акусматика там, что-то такое. Но это как бы речь не обязательно, речь и в том, и в том случае, она не велась, а вот в таком жанре с таким BPM и с таким составом. Нет. И там и там и речь шла о том, что о парадигме, как мы, то есть, конкретная музыка, музыка, которую ты делаешь, работая в звуке, это не только шофер, это не только анри, это еще и рэп. Извини меня. Я тебя очень хорошо понимаю. Подожди, но мы немножечко, по-моему, отвлеклись. То же самое Акусматика. Хорошо. Мы отвлеклись, потому что тут есть реальная путаница, она есть помимо нас, что есть как бы направление конкретной музыки, электронной музыки, у них есть какие-то, ну, примеры, заданные самими отцами и основателями, и обычно с этим примерами ассоциируют весь жанр. А, ну вот если так, то типа это шумовые этюды шофера. Все думают, ага, конкретная музыка значит должна звучать так. Шофер сам, он создал некую, некие музыкальные работы и создал теорию конкретной музыки, и это не одно и то же. Но нам сейчас воспринимается как одно и то же. То же самое с Акусматикой. Хорошо, но давай еще раз. Акусматика это музыка, в которой звук важнее происходящего, источника. Звук важнее источника. И пространство это еще одно средство выразительности, одно из самых важных. По сути, Бейли имел в виду вообще радио. Изначально, что... Чего? Почему? Что... Ну, или винил, да, что мы слышим звук, но мы не видим его источник. Ага, хорошо. Главное, что исполнителя нет, мы его не видим, и таким образом больше углубляемся в себя. Это Бейли назвал банальной Акусматикой, и он ввел этот термин, это нужный термин. Банальная Акусматика. К ней относится радио, к ней относится любое слушание, где ты не видишь источника звука. То есть мы не видим источника, хорошо. А не банальная Акусматика? Большую часть его размышлений занимает вообще ну, как бы факт электроники, ну, то есть электричество, да, что он считает, что как бы приход электричества меняет наш мозг и нашу вообще человек, ну, природу человека точно так, как в свое время его поменял приход огня. Вот. То есть, когда люди получили огонь, там, стали вдыхать какие-то элементы, которые до этого они не вдыхали, там, это начались просто химии другого, ну, так далее, ну, поменялся тип жизни, поменяются отношения, они стали другое, ездят по-другому. Да, но вот это изменение человек до огня, человек после огня, это заняло очень много времени, и человек, который вот появился первый огонь, он не мог видеть, или она, они, что произойдет, какие мутации произойдут с человеком, ну, там, через тысячу лет использованы, ну, нереально было это видеть. Все прогнозы были заведомо ошибочные. То, что он считает, что мы, эти пионеры эпохи электричества, поэтому не банальная акустматика, перескакивая еще дальше, ну, собственно, не очень дальше, потому что мы уже сейчас с электричеством можем не просто записывать звук колокола, отрезанных, то есть, но мы можем создавать, можем резать, гранулировать, переворачивать, все это смешивать, растягивать так звуки, что мы никогда не, то есть, создавать звуки, которых нету и быть, не может, в принципе, никакого источника. Все, поняла, и это и есть небанальная акустматика. Это и есть такая true акустматика. Ок, а почему тогда, ну, сейчас же есть хорошие наушники, то есть, в них есть панорамирование, что-то мы слышим как будто в наушниках дальше, что-то как будто ближе, и все вроде совпадает, источника звука не видно, может быть, с закрытыми глазами по улице идти, вот, и звук может быть синтезирован без источника. Почему тогда акустматическую музыку лучше слушать в концертном зале, чем в наушниках? Естественно, я сам, как и ты, когда много путешествую, то есть, я беру с собой такие свои студийные здоровенные наушники, пишу и слушаю исключительно в них. А, то есть, все хорошо, можно? Я не хочу делать, вот, акустмоним хорошо, наушники плохо совершенно, не только потому, что, ну, то есть, если бы даже было бы мне надо прямо как-то это промоутировать, ну, то есть, все равно бы это не делал, потому что это неправда. Хорошо. Если человек только приходит в это, то есть, он может и в наушниках послушать, потом прийти и сравнить свои ощущения с живым концертом. У тебя еще бы там был вопрос, я знаю, как отбиралась работа, например, Катеруджи во время там еще первого локдауна прислал мне вот эту работу, ну, назвался Бах, то есть, он взял Баха, там, переписал, развил, там, обработал и так далее, написал свою работу. Ну, как бы, мне она понравилась, когда он мне ее прислал, но слушал я себя в студии, дома, в хороших колонках, но на стерео. Катеруджи, супер. Когда он ее исполнял здесь, это была просто другая работа. Хотя, это была та же работа, но вот за счет того, что исполнялся на Кузьмоне, это была абсолютно другая работа. Ну, конечно, да, нормально. Это мне знакомо по академической музыке. Окей, здесь я разобралась. Смотри, когда играют классическое произведение, я понимаю, что ноты готовы, подробно прописаны, и исполнители, там, даже если есть момент импровизации, он тоже прописан. Есть иллиотерика, в которой указано, по каким нотам импровизировать, и еще что-то. Я знаю, сколько произведения продлится, примерно, знаешь, но плюс-минус 2-3 минуты. Вот, когда я сидела в концертном зале, мне было непонятно, что то, что происходит, то, что в этот момент композитор или саунд-артист исполняет, типа, он как будто сам, грубо говоря, не знает, куда его музыка приведет. И у меня родился такой вопрос, какой в акустоматической музыке процент заготовки, и какой процент импровизации, потому что пока у меня ощущение, что это 30 на 70. А на акустомониме исполняется уже tape music, так называемый, то есть вещь уже созданная. Это, собственно, вещь обратная, то есть это микшер, но по сути это вещь обратная, по функционалу обратная микшера, да, то есть микшер сводит много-много-много входных сигналов, там, моно или стерео, микс-то. А здесь мы стерео-лимона выводим на огромный, то есть, ну, ну, как бы микшер в обратную сторону. Да я микшер-то знаю так немного. Вот, но смысл в том, То есть смотри, саундартист, он же делает что-то вот такое. Ну, акустматик. А что он этим, акустматик, что он этим делает пальчиками? Представьте, что у тебя есть фортепиано, но только, и там есть педали громкости, вот, только это, вот это все, твои педали громкости, и ты им отправляешь не в один зал, а в разные пространства. Я правильно понимаю, то есть материал на всех дорожках, он готов, там уже есть записанная музыка, а ты регулируешь ее громкость и подаешь ее в разные колонки. Почему нельзя заранее это прописать? Современные технологии точно это позволят. Понимаешь, типа, с какой громкость? Современные, да, но позволим к 74-го года изобретения. Ну, вот я не верю, что нельзя записать музыку, предзаписать заранее так, чтобы с определенной громкостью подавалось на ту колонку, на ту колонку, в такой момент. веришь, такие вещи, и у меня для этого есть отдельный проект, называется «Галерея плавающего звука». Вот, можно же написать пространство. Смотри, я понимаю. А можно исполнить. Я где-то внутри понимаю, почему этого не, ну, на концерте по-другому. Но мне бы хотелось, чтобы ты мне все-таки еще раз рассказал. Зачем все-таки, вот в чем принципиальное значение личности композитора, который стоит в середине зала, который подает руками сигналы, то есть он в этот момент что делает? Он чувствует зал и может менять походу действия. Ты можешь это понимать, как дирижер электронной эпохи. Дирижер что делает? Музыка написана, играет не он. Что делает дирижер? Круто. Понятно. То есть, ну да, действительно, это уже такая вещь, которую не стоит рационализировать. Мне как-то внутренне понятно. Нет, почему стоит? Управляет, ну, балансирует. Балансирует энергиями в зале. Относительно этого зала. То есть, произведение окуспатика... Выразительность. То есть, произведение окуспатика точно не может прозвучать дольше, чем оно задумано. Нет, нет. Но оно может прозвучать и тише, и громче. То есть, как бы, композитор чувствует этот зал и чувствует, где будет слишком. А Кузьмоним, его как бы, вот именно, его специфика, в том, что там, ну, он пошел из тех времен, когда, например, не было даже стерео, да, еще. Ну, то есть, оно как-то изобреталось там, ну, то есть, движения не было в музыке. Композиторы хотели получить это движение на концерте. И вот это вот такой, ну, как бы, немного, ну, даже, в принципе, много на данный момент, такой устаревший вариант ответа на этот вопрос. Можно это делать, опять же, в студии, но тогда это было нельзя, можно делать и так. Так, 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 так. Вот. Я не хочу сказать, что Акусмониум, вот, это вершина человеческой эволюции, там, музыкальная, или там Акусматика тоже. Я, ну, это было бы... по-моему, ты так и не звучишь, не сгоняйся. Вот, а, наверное, должен был бы. Почему? Я не могу, я могу, правда в том, что... Наоборот, вообще не должен. Абсолютно. Чем громче ты кричишь, что Моцарт великий, и симфония шедевр, тем труднее прийти туда, то есть, как бы, тем больше оно становится музейной историей. Ты же не музей делаешь. Смотри, в следующем году точно будет фестиваль, я надеюсь, ну, то есть, как бы, что должно случиться, чтобы его не было, я не знаю, я надеюсь, что с тобой все будет в порядке, с фестивалем все будет в порядке. И мне бы хотелось, чтобы туда пришло много, по-хорошему, случайных людей, которые бы это для себя попробовали, потому что, по-моему, ты делаешь фестиваль очень заботливо, очень эмпатично, то есть, как бы, ты, когда приходишь, ты понимаешь, что здесь все не случайно, все сделано для слушателя, даже, знаешь, форма, расстановка зала, как в середине находится кусматик, композитор, как выставлен свет, как выставлен звук, то есть, в какой атмосфере происходит мероприятие, как композитор выходит в начале, и даже если он говорит какие-то общие слова из разряда, там, всем привет, там, я такой-то, и ничего про свою музыку не рассказывать, все равно ты с ним соприкасаешься, ты понимаешь, о, да он совсем не страшный, ух ты, этот человек такой симпатичный, он такой же, как я, он располагает к себе, интересно, каков его внутренний мир, и слушаешь музыку, то есть, как бы, знаешь, в этом, в этом есть такая свобода, а еще, если громко, можно и уши заткнуть, а можно из зала выйти, а если прикольно, сиди себе долго, то есть, сколько хочется, это прям супер, и воркшопы есть, короче, я не то, чтобы хочу сейчас тебя захвалить, а в принципе, мне нравится то, что ты делаешь какую-то пластичную структуру, и явно делаешь это для людей, вот ты говоришь, не знаю, кто эти люди, как же я их узнаю, да, типа, я не маркетингом тут занимаюсь, ну, на самом деле, ты все равно о них заботишься, какие бы они ни были, то есть, как-то заранее, мне это очень симпатично, и мне хочется, чтобы пришло сильно больше людей, и пускай это будут 18-летние люди, пускай это будут совсем не музыканты, пускай это будут работяги с завода, потому что здесь явно есть что почерпнуть, и вот я хотела тебя спросить, вдруг наш с тобой беседу послушают или посмотрят человек, который еще совершенно не в теме, и вот этот человек посмотрел, что-то, типа, что-то понял, что-то не понял, ну, может быть, показалось где-то интересно, где-то зацепило, и захотелось вот что-то первый шаг такой сделать из разряда, ну, окей, ой, прикольно, Антон прикольный, кстати, у Антона, да, у Антона есть, злой брат-близнец, злой брат, нет, у тебя же есть имя, по которому тебя больше, по 3 кх, по которому тебя больше можно найти, именно, как бы, как артист, наверное, я опять же не маркетолог, это все один человек, это все один человек, то вон, вроде да, и вот, знаешь, что сделать человеку, какой-то самый первый шажочек совершить, потому что, знаешь, вот я тоже вчера думала, может посоветовать людям эту программку почитать, а там просто про людей написано, там их биографии, это явно не касается, не для первого шага, вот хочу послушать акустматическую музыку, найти для себя что-то там, чего мне нагуглить? Я не так пришел к акустматике, что вот я узнал, что она есть, и я захотел лично к ней прийти, для меня это был всегда процесс, я ее открыл на каком-то этапе, ну и не только ее, есть масса, как я говорю, разных интересных жанров, ну это как бы поиск некий, я не хочу, короче, я не хочу сказать, что все срочно кидайте, слушайте акустматику, мне даже кажется, что ты прям транслируешь из разряда лучше не надо, не хотите, не слушайте, нет, нет, просто, ты это ты, у тебя был очень большой поиск, ты в итоге пришел к тому, что ты сделал даже акустматический фестиваль, но это ты, но как бы знаешь, я тоже там, типа, ну да, что-то вот с детства пыталась, бах, мне нравилось, а потом я бах, 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 типа, как бы, пам, пам, типа, вот и пришла условно, ну в профессию, да, но это, ну как бы ты, это я, а что делать людям, которые хотели бы? просто вот у, как бы такого деления, ну то есть деление, оно, конечно, нужно, и классификация, вот это все, то есть с одной стороны, вещь очень полезная, и как бы я ее активно занимаю, а кузматика там, с другой стороны, вот это вот, ну возникает вот это вот, мы, мы они, столько, что мы тут, мы молодцы, они там, они, они, я вот это очень не хочу, я поэтому, мне нравится действительно сеть, и каким образом люди, из одной, как бы, точки попадают в другую, ну смотри, люди не противопоставляют себе, мы они, просто вот человек слушает музыку и любит, но а кузматику никогда не слушал, не слушайте акустматическую музыку, вот послушайте ее в следующем году летом, правильно? Нет. Тогда ты меня запутал окончательно. Прости. Хорошо, ничего страшного, слушайте акустматическую музыку, или не слушайте акустматическую музыку, потому что нет никакого разделения, нет никакой разницы, нет мы, и нет они, может быть, даже и акустматики никакой нет, и сейчас мы выйдем с тобой из этого зала и аннигилируемся. Тогда пошли быстрее. Акустматическую музыку, Продолжение следует...